Фермер из Забайкалья нашел брошенных котят, а оказалось, что они стоят целое состояние. В интернете нередко можно увидеть истории, как кто-то нашел выброшенных котят или щенят. Так случилось и с одним фермером из Забайкалья. Однажды рядом со своим сараем он обнаружил совершенно крохотных, еще слепых котят. Все они были как на подбор одной масти, пушистыми, но такими маленькими, что фермер решил, что это самые обычные котята, мама которых охотилась рядом с жильем человека, а потом по какой-то причине их покинула. Так что мужчина забрал детенышей домой. Не зная, чем помочь котятам, все-таки сидеть и кормить малышей с пипетки, так же, как и обеспечивать им обычный уход, для этого требуется много времени. Фермер обратился в Даурский заповедник. Там специалисты предложили фермеру найти обычную домашнюю кошку, у которой недавно были котята, или даже, может, которая сейчас растит свое потомство, и попробовать уговорить маму принять новых кормильцев. Однако, когда работники заповедника увидели, каких именно котят нашел мужчина, они ахнули. Оказалось, что найденные котята – детеныши манула. Это очень редкий и довольно малоизученный вид кошачьих. Они не переручаются. Если в маленьком возрасте манулу довольно легко ладят с человеком, то стоит им только подрасти, как инстинкты берут свое, и содержание таких животных в доме становится невыносимым. Тем не менее, стоимость этих редких животных на черном рынке достигает нескольких сотен тысяч рублей. Желающих завести у себя дома экзотику всегда хватает, а поймать манула в дикой природе почти невозможно. Что уж говорить о том, чтобы найти котят. Теоретически, можно было бы продать малышей за приличные деньги, однако это бы вряд ли пошло маленьким манулам на пользу. Этот вид животных хорошо себя чувствует только на воле, поэтому фермер решил передать дорогостоящую находку заповеднику, чтобы те помогли котятам подрасти и потом выпустили бы их на волю. В заповеднике нашли для маленьких манулов кормящих кошек. И, к счастью, те приняли необычных детенышей. Чем старше становились манулы, тем более активными те становились. Когда по возрасту они уже доросли до того, чтобы жить самостоятельно, работники заповедника выпустили их на волю, надев на зверей радиоошейники. Однако с приходом зимы молодые котята столкнулись с трудностями, с которыми они не были готовы. В какой-то момент они даже все сбросили свои ошейники, и когда люди снова их нашли, котята были изрядно отощавшими. Взрослые манулы не приспособлены для жизни в помещении. Манулов снова забрали в помещение, позволив им провести свою первую зиму, постепенно адаптируясь к диким условиям. А с приближением весны, когда дикие коты уже окрепли и научились лучше охотиться, отпустили их снова. После этого манулы приспособились к дикой жизни намного лучше. И сейчас они отлично себя чувствуют, живя в естественной для них среде. Котята манула стоят более 100 тысяч рублей. Поведение манулов малоизучено, поэтому даже специалистам трудно оказать им правильный уход.